ночная съемка город севастополь все специально для вас на улице минус четыре с половиной градусов мороза соответственно что с этими людьми не представляю хотя песня сама за себя отвечает на мой вопрос красота да давайте сейчас попробуем обойти и посмотрим что как еще раз это ночной севастополь в принципе очень даже красиво но это именно его часть вот это но все равно этой части даже хватает для того чтобы действительно получать удовольствие от прогулок давайте зайдем с вами под елочку и посмотрим как же тут миленько 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 ну да красиво но к сожалению не могу вам показать как выглядит пол этой штуки потому что камера за скажем так запрограммированного немножко на другое в общем вот такая вот красота просто под елочкой можно здесь знаете как хоббиты жить идемте дальше на проте груза на проте груза на проте груза И вот сейчас мне действительно красиво сделано, эффектно. Устометровка всегда была излюбленным местом молодого поколения. Сейчас в минус 4,5 только продавцы шаурмы, наверное, сидят и курят или продавцы магазинов. Давайте посмотрим, как это выглядит. В прошлый раз, когда мы проходили здесь, я говорил, что кафе Диана раньше было, ну или, в общем, мне кажется, что так оно и называлось. Здесь это кафе. Сразу видно кубик. Да, он и есть. Мерседес проехал кубических форм. Итак, мы подходим к морю. Действительно, на улице очень прохладно. И это, конечно, не минус 30, но все-таки. Все-таки, все-таки. Уж извините, что шмыгаю носом, но действительно уже прохладно. И, к сожалению, я говорю в микрофон и убрать его не в состоянии. Вода выглядит вот примерно таким образом. Немножко штормит. Видно, что штормит где-то там, на открытом море. А сейчас сюда доходят только вот какие-то вот такие небольшие волны. Как-то прям холодно. Это у нас... Ой, ночной клуб. Получится нормальная картинка. Очень надеюсь, что не будет никаких шорохов вот этих вот, шевеленки сильной. Все-таки эта камера для этого именно покупалась. Потому что ночью показывает она, снимает она, вернее, очень круто. Кстати, дают мне сейчас понять мои кроссовки, которые до плюс 10 можно носить, что пора возвращаться. Ну вот, в принципе, то самое место, допустим, где можно увидеть хорошо город Севастополь в ночи. Посмотрим, как камера обрабатывает и отрабатывает. Ну и вот, Арбатский Стан дальше, да, а это Баркас. Красивенькое такое место все-таки за счет вот этих вот украшений. Красиво, красиво. В ту сторону мы с вами не пойдем. Дальше прямо пойдем назад, наверное. Вот так вот мы проведем здесь камерой. И пойдем назад. Красивоу王 Игорь Руслан Субтитры сделал DimaTorzok Туалеты как были 25 лет назад, так и до сих пор тоже самое Офигеть! Россия 21 века Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле самое главное, не важно какая машина, самое главное погромче музыку Причем давайте посмотрим сколько времени-то 10.30 Ну и вот так вот это все выглядит здесь Вы знаете, когда у меня был Соболь, это имеется ввиду что-то типа газели укороченной Ну ребят, вот тогда у меня тоже была идея такая, музыку свою поставить Чтобы когда я ехал на Соболе, чтобы все абсолютно видели Ну ребят, это Соболь, колхоз Хотя может быть это касается именно возраста Вот эта кричащая музыка, это не музыка, это ну что-то непонятно что А потом мы жалуемся на то, что у нас молодежь какая-то не такая Ну вот практически ночь, мы идем в ночи Единственное, что впереди сейчас Как мы видим вот эти вот яркие огоньки И мы сейчас под ними подойдем, пройдем Одеваю опять объектив И проходим прямо под ними Давайте поднимем чуть-чуть камеру Ну я хочу сказать все-таки, что людей крайне мало И это понятно, но с другой стороны Все-таки сейчас половина одиннадцатого Странно Какой сегодня хоть день недели Давайте посмотрим Сегодня вторник Сегодня вторник Холодно На улице холодно, действительно Вот так вот В общем, садимся в наш кабриолет и ничем домой Я, если честно, думал, что будет снег здесь Тут снега нет вообще А, на нашем районе все снегу Очень странно Реально холодно Нос замерз Ну, посмотрите на идиота Показывает правый поворотник А едет прямо Жуть Что за люди Ну, вот здесь вот немножко Внизу снежок лежит и все Как-то так Ну и вот моя машинка вся в снегу Не единственная приехала Абсолютно в снегу Ну и впереди большая морская Музыка Музыка ее конечно можно взять в руки и поснимать ее вот как-то так что я собственно говоря сейчас обязательно и сделаю только камеру проеду сейчас откручу камеру эту но я имею ввиду что я проехал только что дорожные камеры видеонаблюдения вот сейчас я снимаю откручиваю камеру как вы поняли уже я это делаю одной рукой и весьма неудобно делать это кстати это я привет и моментально смотрим что у нас с этой стороны когда камера в руке безусловно гораздо проще наверное контролировать процесс съемки потому что ты видишь что и как но если у тебя камера находится от тебя где-то в пределах 30 сантиметров 30 сантиметров то ребят это уже начинается такая проблемка ты практически не видишь но чем здесь должна быть красивая картинка все равно здесь я уже могу вот так вот немножечко сделать все мне кажется что нужно кое-что изменить если я это сейчас сделаю нет сейчас я это не сделал хотя кто его знает может нет я не могу сделать это в движении я просто сейчас пытаюсь изменить настройки самой камеры но и кстати сейчас мы можем посмотреть дергается камера имеется ввиду стабилизация хорошо отрабатывает или нет но и температура у нас три с половиной градуса тепла мороза мороза и вот сейчас мы едем в пешем режиме да все зашибись все хорошо все очень отработано красиво и все приятно но вот то что касается автомобильного должно быть еще лучше но сегодня я смотрел видео которое снимал днем ну там мне не понравилось то что было потому что там была вибрация мелкая вибрация прям когда стояла но я так думаю все таки связано это именно с креслом хотя надо снова посмотреть и проанализировать может быть кресло здесь и ни при чем здорово здорово в любом случае картинка красиво я сейчас пытаюсь опять кричать потому что я абсолютно привыкший к камерам без радио микрофона а микрофон у меня есть он включен и мне совсем не обязательно кричать напрягать голос для того чтобы меня было слышно на улице достаточно темно вот реально темно сейчас ну кое-какие там фонари конечно есть ничего то не понял в чем дело был же у нас тридцатник так ну конечно же светят у меня здесь и мои фары и троллейбус впереди а вот давайте посмотрим на другой район города это горпичинка с той стороны и по большому счету можно посмотреть что к чему хотя я думаю что не видно потому что скорее всего фокусируется на отражение приборов в стекле так ну что как я вам и обещал здесь у нас снежочек скоро будет вот он лежит вдоль дорог и у нас температура минус 4 на данный момент но такое ощущение как будто я еду в 5 часов утра и такое вот себе знаете неприятное на самом деле ощущение потому что сейчас два часа и 1 господи 10 часов вечера видите 10 часов 49 минут вот так еще даже 11 вечера нет а я чувствую как будто мы едем очень рано уже под утро дорога вся трясется посмотрим как отработают значит стабилизация офигенно так ну что у нас через сколько нас будут пускать ну и как мы видим здесь снег здесь снег я думаю что спокойно мы проедем на экранчике все выглядит очень ярко вот прям очень ярко так что у нас здесь мы можем упустить можем поднять да да сколько до скольки нам надо поднимать там поехали давайте посмотрим как все у нас здесь по снегу машинка пойдет ну правда здесь снега оказывается и нет никакого просто немножко накидала снега даже и почему-то еще он не мерзнет еду по мокрой зима помог ему асфальт реально мокрый асфальт а здесь уже гололед чувствуется немножко вообще без проблем едем ну что ж на этом все я думаю